Закладной камень будущего храма в сквере Бузина появился в ноябре прошлого года. Тогда Севастополь последовал примеру центра. В 2010-м начали возводить часовню при Министерстве внутренних дел. В нашем городе уже в мае провели первый молебен о строительстве святыни. Менее полугода работ на пожертвования сотрудников местной милиции, а также верующих горожан. И храм в честь благоверного великого князя Александра Невского теперь принимает своих первых прихожан. Ими стали руководители города, представители духовенства, военнослужащие. Я думаю, что мы вместе с вами сделали благое дело. Тут трудно было что-то в больших объемах сделать. А вот тонкость, которую сделали, аккуратненько, чистая, кстати, делали севастопольские мастера. Очень быстро были подготовлены документы, принято решение о выделении земли под православный храм. И я думаю, что вот то, что сегодня происходит в Севастополе, возрождение духовности, строительство православных храмов, это самое главное не только для севастополя, но и для всей страны. Чин освящения часовни в честь князя Александра Невского совершил митрополит Симферопольский и крымский Владыка Лазарь. Это прекрасная часовня, которая, вы сказали, небольшая, она очень кожурная. А самое главное, она таит в себе благодать Господню. Такую же эта благодать Господню и помогает вам во всем. Во всем, в том добром направлении, которое творится здесь, в этом городе. Главный милиционер города Александр Гончаров отметил, в святыне его подопечные нуждались давно. В работе зачастую опасной для жизни должно быть место духовной составляющей. У них тяжелая работа и часто связана с какими-то определенными трудностями, как сказал Владыка, с грязью, с негативом. Поэтому все мы имеем, наверное, потребность прийти в церковь, помолиться, попросить у Господа помощи, может быть, помянуть тех наших коллег, которые покинули нас в свое время, исполняя служебный долг. К освящению храма сотрудники милиции готовились основательно. Совместно с коммунальными службами провели грандиозный субботник. В сквере Будина уложили плитку и восстановили освящение. Это действительно мы сделали за неделю. Открыть доступ к памятнику Пушкина, который не видно было в зарослях. Любые жители Севастополя могут прийти сюда, могут посетить нашу часовню, она постоянно будет открыта, помолиться здесь или просто даже отдохнуть. Кроме этого, Александр Гончаров сообщил, на улице Корчагина завершено строительство общежития для сотрудника УМВД. Ключи от заветного жилья 65 милиционеров получат уже в начале ноября и из рук министра внутренних дел Украины. Ольга Деменчук, Екатерина Долгополова, программа «Наше время».